Каждый раз, затягиваясь сигаретой, будущие мамаши беспокоят своих детей, а те в ответ недвусмысленно морщатся и сучат ручками в утробе, выяснили британские ученые. Каждая курящая женщина знает, что на время беременности от вредной привычки лучше отказаться. Доктора всего мира убеждают своих пациенток убрать сигарету подальше, ведь курение может спровоцировать преждевременные роды и появление на свет нездоровых малышей. Теперь у врачей появился новый аргумент в борьбе за беременность без дымовой завесы. Оказывается, во время затяжек матерей эмбрионы морщатся. Надя Рейсланд, профессор факультета психологии Дармского университета в Лондоне, выяснила, что плоды курящих мам чаще двигают ртом и прикасаются к себе ручками, чем те, кто вынашивается некурящими. Доктор наблюдала 20 беременных женщин, посещавших университетскую больницу. Четыре будущие матери выкуривали по 14 сигарет в день, остальные не имели вредной привычки. Используя четырехмерное ультразвуковое исследование плода, доктор фиксировала тысячи крошечных движений эмбрионов в утробе на 24, 28, 32 и 38 неделях жизни. Доктору удалось различить даже микродвижения мышцы лица будущих младенцев. Как правило, взрослеющие эмбрионы меньше двигают ртом и реже прикасаются к себе, поскольку ближе к рождению приобретается контроль над телом. Однако пилотное исследование доктора доказало, что плоды курильщиц продолжают жестикулировать и морщиться, что может свидетельствовать о возможной задержке в развитии центральной нервной системы. Автор проекта также выдвинула гипотезу, что движение ртом и руками – попытка справиться со стрессом, которые возникают у эмбриона после каждой сигареты, выкуренной его мамой. Для того, чтобы подтвердить полученные результаты, необходимо провести более масштабное исследование. В будущем автор проекта планирует изучать то, как депрессия беременных женщин сказывается на эмоциональном и социальном развитии эмбриона. Доктор также собирается исследовать, отличается ли состояние эмбриона в зачатых от курящих и не курящих отцов. Надя Рейсланд надеется, что фотографии морщащихся плодов помогут будущим мамам заблаговременно избавиться от вредной привычки. При этом доктор утверждает, что нельзя оскорблять дымящих беременных женщин, их нужно просто поддерживать. В настоящий момент в Великобритании курят 12% беременных женщин. Мировая статистика сообщает, что лишь 1,5 женщин, дружащих с табаком, прощаются с вредной привычкой в период беременности. Между тем, будущим мамам необходимо избегать не только активного, но и пассивного курения. Все беременные, принимавшие участие в проекте, выносили здоровых малышей нормального веса и роста. Исследование позволило им увидеть то, о чем раньше никто не догадывался и продемонстрировать, как курение влияет на развитие плода путями, о которых они и не подозревали. Они получили еще один аргумент в пользу отказа от вредной привычки в период беременности.